Православные христиане празднуют Крещение Господне. Православные христиане празднуют Крещение Господне полночь 23.19.2020 года, обновлено, 5.19.2020 года, РИА Новости, Евгений Одинаков, Крещенские купания в Москве. РИА Новости, Евгений Одинаков. Москва, 19.1. РИА Новости. Патриарх Московский и вся Русь и Кирилл в воскресенье день, когда православные верующие отмечают Крещение Господне или Богоявление проведет Божественную Литургию в Богоявленском Елоховском соборе столицы, где совершит чин великого освящения воды, сообщается на сайте Русско-Православной Церкви. 19 января Русская Церковь отмечает Крещение Господне, Богоявление, праздник, посвященный Крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча, Креститель. Название Богоявления напоминает о том, что во время Крещения на Христа сошел Святой Дух в виде голубя и был глаз с небес, глаголющий, «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха. Вчера, 16 часов. В Мездраве дали рекомендации желающим искупаться в проруби. Накануне во время проповеди в столичном храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл отметил, что не стоит ждать немедленных результатов от благодати, поскольку она усваивается по мере готовности человека ее принять. Кому-то кажется, что она недостаточно эффективно работает, кто-то требует немедленный результат, немедленного чуда. Но благодать, сила Божия предназначена не для того, чтобы удивлять людей, но чтобы духовно оплодотворять каждого человека. «Усваивается благодать по мере нашей с вами готовности и по мере нашего стремления и желания обрести ее», – подытожил Предстоятель Русской Церкви. По его словам, благодать подается через Церковь и Духа Святого, который действует и прикасается к каждому из нас. На Литургии в канун Крещения Господня и в сам праздник освящают воду ее могут набрать все желающие. Считается, что такая вода обладает особенными свойствами, не портится при длительном хранении, а еще, если добавят немного святой воды в обычную, та также приобретает благодатные свойства. Она исцеляет от духовных и телесных болезней, помогает бороться со страстями, отгоняет злые силы. Освященную воду принято пить небольшими количествами перед едой, предварительно помолившись. Также ей можно окроплять вещи и дом. Вчера, 14.32 Религия и Мировоззрение Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды.